Я сейчас ведь в Маринке живу. Я говорю, в смысле, тебя из дома выгнали? Она говорит, да нет, Маринка уехала. Всех с ними. Все поехали. Меня не надо. Коля с венями будет? Коля там есть. Живи-ка. Хочешь тоже? Живи. Ничего себе, какая стена осталась. А то я знаю. Китайцы в лес вишерский покупают. Зашла старый салатик. Грутовый салатик сейчас в нашей прошлой поездке. Если мне станет плохо, или если я помру, можешь взять мою гитару. Любим вишер, устроим будущее. Это должно быть на китайском. Да. Первый раз со всеми тут вместе. Дядя Леша вчера вечером встречи был. У нас. У нас. Тает снег, весна Скоро все будет затоплено По крайней мере, это дорога Что делать? Закрыть просто, да? Закрыть? Я знаю, что больно, потерпи немножко А ты куда мне понимаешь? Зачем? Под века Под века я не согласен В смысле? А куда тебе? Навекать что ли? Навекать Нет, ну даже в глаз прямо Нет Даня? Нет Коля дал намазать ему глазик Тетрациклиновой мазью Молодец, Коля Что вы знаете о Березовой Старице? Ничего Что здесь есть школа и здесь красиво Школа и красиво На берегу Да их хватит Смотри, как туда, обратную сторону Смотри, деревня на берегу Да, новый Нифига себе Классно Классно Все попытно Смотри Позабыв Не мой Футляр Словно Мы стали Сегодня Пья Смотри Классно Смотри Смотри Продолжение следует... Это Иоанна, Богословский монастырь, что находится на берегу реки Колва. Будем там скоро. Мы двигаемся в сторону реки. Купили хлебных изделий, хлебобулочных, нам сюда. И теперь ищем какое-нибудь место живописное, чтобы там присесть и пообедать. Что мы знаем о Чердине? Я знаю о Чердине то, что этот город на семи, мать его, холмах, как и Москва. Но у нас сегодня нет какой-то цели образовательной. То есть мы не будем сыпать какими-то фактами интересными и не очень о Чердине историческими какими-то сводками. Мы будем просто показывать, как здесь красиво и хорошо. Воскресенский собор. Вблизи мы подошли поближе. Здесь еще до недавнего времени был дом культуры. На самом деле. Но несколько лет назад... Как тебе? Вкусно? Несколько лет назад начали восстанавливать культуру, туризм в этом районе. И решили вот реставрировать все эти храмы старые, красивые, великолепные. Обнаружили под слоем татурки. Очень старые, веские даже, древние. Река Коула. Отсюда виден палют. Прекрасно виден. Хорошо просматривается. Знаешь, что интересно? Мы считаем его своим камнем. Мазжа. А чердинцы его считают своим. В свою очередь. Странные люди. Отсюда виден также... Вот он. Самый старый храм Пермского края. Иоанна Богословский монастырь. И Коля, которому хорошо. Который кушает булку. Вкусно? Здесь пекут вкусные булки. Красота. Хочу жить у воды. Клево. Радуга. Попали просто в прекраснейшую погоду. Можно было, конечно, пойти по нормальной дороге. Но мы не ищем легких путей. Мы просто вообще не ищем путей. Идем на пролом. Пойдем к воде уже тогда. Че? Мочить, так сказать, чересла. Не хочу мочить чересла. Начинаем восхождение в цивилизацию. Вот по этой местности. Вот туда. По этой пойме мы прошли вот оттуда. Удивительное стечение обстоятельств. Удивительный дождь. Удивительный дождь. Мы почти поднялись. Как вам? Отлично. То, что доктор прописал. Доктор Марат? Угу. Мне вот доктор Марат такого не прописывал. Доктор, как его зовут? Окурцы, которые пихал. Попов. Доктор Попов прописал, да? Угу. Попов. Зарейший мужской монастырь Урала, да. Чистенько, бельненько. Даже на Вишере так не оставляют велосипеды на улице. Оказывается, здесь, в здании Богоявленской или Богоявленской церкви, находится Черданский хлебозавод с 1935 года. По-моему, это полицейский участок, и мы можем куда, наверное, зайти. А еще мы поняли, почему собаки лают. Ну, то есть, там одна залаяла, и ей отвечают очень много собак. Они общаются. О чем они общаются? Одна такая говорит, как дела? Как дела? Ей отвечают. И все такие, нормально, как сам? Да, нормально. Что нового? И все такие орут утром. Еще нового, все, так же. А теперь? А сейчас? Нормально. Как сам? Ничего. Как дети? Как погода? Погода. У нас ничего, у вас. Нормально. Как дети? Нормально. Ручка родила? Нормально. От кого? Нормально. С этого места мы начали свою прогулку, углубившись в парк. Обошли всю, если можно так выразиться, левую часть города. Вернулись в центр. И сейчас пойдем в правую часть города. Тоже через парк. Прошел дождь. Дождь. Такой хороший дождь. И Коля похож на сироту. Мокрый. Замученный победом. Мы находимся около Спасской часовни. В память о 85 убиенных воинах. А при каких событиях они были убиены? Они погибли при устье реки Вишеры у заставы Кондратьева-Слобода в 1947 году. Часовня была особо почитаемой жителями города. Я не могу так рассказывать, потому что я не в курсе. Ну просто она была довольно почитаемой в городе, потому что люди приходили и именно здесь заказывали панихиду по убиенным родителям, защитникам и покровителям чертыни. Дальше наш путь лежит в деревянной часовне церкви. И что это? Церковь, храм к деревянному храму. Замученный побиен с собой. Я не могу так казаться. Но я не могу так сказать, что я не хочу. Я не знаю. Я не могу так сказать. Я не могу так сказать. Продолжение следует... Продолжение следует...